На каникулы без хвостов. Все 27 вопросов, внесённых в повестку дня, были решены депутатами на сессии областного Маслихата. Председательствующий успевал зачитывать вопросы, а депутаты дружно голосовали. Такое единство было достигнуто после бурных обсуждений на постоянных комиссиях. И всё же вопрос по спискам кандидатов в почётные граждане Южно-Казахстанской области удостоился дополнительных замечаний и предложений. Почему в списке нет представителей Махтаральского района? Мне говорят, что не было письменного предложения. Герой Советского Союза, ветеран войны Тоганбэ Хаумбаев так и умер, не получив звания почётный гражданин области. А ведь его заслуги перед Отечеством огромные. Я не против тех, кого сегодня утвердили. Но у меня единственная просьба в следующий раз включить из список достойных званий почётный гражданин области. Яг Сакалов из Махтаральского района. Я так думаю, что кто первый придёт в областной Акимат, техи включают в список. Так разве можно? Видел я одного из них накануне. Он уже в списке. Давайте при выборе достойных звания почётный гражданин руководствоваться, кто какой вклад внёс в процветание региона. В Толибийском районе живёт 90-летний Аксакал, которого все уважают. Труд людей, которые свою жизнь отдали служению народу, должны быть по достоинству оценены. В списке из 10 южан, представленных к званию почётных гражданин Южно-Казахстанской области, есть и представитель СМИ, руководитель нашего медиахолдинга Валентина Куприяновна Куликова. Предложение внёс городской Акимат. Посвятившая долгие годы развитию телевидения и печатной прессы в Шимкенте, Валентина Куприяновна гордится журналистами, которые начали карьеру на Отраре. На любом республиканском канале в пресс-службах можно встретить выходцев из Отрара. В ходе сессии депутаты проголосовали за прекращение полномочия двоих коллег – Руслана Умарова и Амангельды Соббекова. Также представитель Генеральной прокуратуры попросила поддержки у депутатов в реализации пилотного проекта «Семья без насилия», который успешно внедряется в Сарагашском районе. Сейчас мы обговорили все нюансы. Создание департамента по делам семьи, обеспечение материально-технической базы, выделение знаний, обеспечение кадрами. Создание кризисных центров поможет неблагополучным семьям выжить в тяжелых условиях. Для реализации проекта нужны финансы. И я уверена, что вы, депутаты, поддержите, и мы вместе внедрим нужный пилотный проект. В конце сессии Акимобласти поблагодарил народных избранников за понимание и поддержку. Глава региона уверен, что только совместными усилиями можно будет решить проблемные вопросы. В этом году мы не смогли противостать природной стихии. Необходимо провести профилактические работы и продумать, как предотвратить наводнения в тех населенных пунктах, расположенных возле реки водоемов. Будем строить водохранилища. Спасибо. Уточнем бюджет по вынесенным вопросам. На сессию принято решение. Дальше будем продолжать работать. Председателем очередной 14-й сессии областного Маслихата единогласно избран член Постоянной комиссии по развитию коммунальной сферы предпринимательства и строительства Талгат Баймаханов. Шинар Уразова, Монтай Ульбеков, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «Отрар». Субтитры создавал DimaTorzok